Самые лучшие решения приходились к вам не за рабочим столом, а когда вы прогуливались в парке, когда вы гуляли с собакой. Решения, они приходили к вам как бы неожиданно ниоткуда, потому что над этим работает дефол-система. Поэтому принудить ее, как бы работать, сказать, вот работай давай и все, вперед, невозможно. Наш мозг озадаченный, он ищет решение. Решение он найдет в том случае, если то, как он научился видеть реальность, фактическое положение дел в бизнесе, в вашем конкретном, в ситуации, где ваш бизнес находится, он эту карту хорошо построил, и эта озадаченность позволяет ему найти эти решения. Но, опять же, их после этого надо очень четко отредактировать, зная, какие ошибки могут быть имплицитны в эти решения вшиты. Но, значит, вот эта дефолт-система, она у нас формируется до 25 лет, и это тот сервер, вот эти вот меленизации этих нейронных связей, которые объединяют эти разные отделы мозга, превращая его в единую такую думающую структуру. У этого есть время созревания, но, как правило, у людей активных и деятельных дефолт-система прекрасно работает. Другое дело, что для того, чтобы она работала продуктивно, нужно знать, что такое состояние озадаченности. Нужно знать, какие конкретные вопросы вы должны перед собой поставить в тех или иных ситуациях. Нужно понимать, что дефолт-система не работает до тех пор, пока в нее не загружено достаточное количество интеллектуальных объектов. То есть, по большому счету, этот КАМАЗ, по-другому мне, другую аналогию мне не придумать здесь для дефолт-системы в череде этих других автомобилей в нашей голове, этих нейронных сетей. Для того, чтобы этот КАМАЗ был продуктивен, нужно уметь правильно загружать его кузов всеми необходимыми ресурсами. Нужно уметь задавать правильные координаты в его навигаторе, для того, чтобы он добрался до нужных обстоятельств. То есть, развивать дефолт-систему, еще что-то с ней делать, это надо было до 25 лет. После этого вы получили уже машину. Если вы занимаетесь бизнесом, если вы занимаетесь управлением, я уверен, что у вас эта машина неплохая, а может быть даже и очень-очень хорошая. Но, скорее всего, выше среднего. И вот задача состоит в том, чтобы просто правильно сделать набор действий для того, чтобы она была продуктивна. Потому что вы вполне можете обладать хорошим интеллектуальным ресурсом, даже блестящим интеллектуальным ресурсом, но, опять же, допуская какой-то набор когнитивных искажений, где-то неправильно себя настраивая и мотивируя, где-то недостаточно детально, может быть, простраивая модели реальности, вы просто не используете ее в полной мере. И вот наша задача научить использовать вот эту существующую у вас нейронную сеть максимально. Поэтому это, скорее, настройка под конкретные задачи.